В Жамбулской области будет усилен контроль за ценами на продукты питания. Установление надбавок в магазинах на социально значимые продовольственные товары не должно превышать 15%. Это контролируется мониторинговыми группами. Подробнее в сюжете. Весна – это время года, когда наш организм особенно активно нуждается в витаминах, поэтому именно в данный период особенно актуален их прием. Как правило, эти полезные вещества содержатся в овощах и фруктах. В магазинах и на рынках можно приобрести плодово-ягодную продукцию на любой вкус. Но на сколько доступны цены на этот вид товара? Цены, на мой взгляд, нормальные. Меня не устраивают. Если раньше я могла на 10 тысяч набрать достаточно продуктов, то сейчас этого мало. Яйца, к примеру, подорожали. Они стоят 600-700 синге. К тому же повысились цены на масло и сахар. Конечно, хотелось бы, чтобы немножечко подешевле было. Несмотря на то, что в Казахстане действует не плановая, а рыночная экономика, существует список социально значимых продовольственных товаров, цены на которые контролируются государством. Сейчас в нем 19 наименований. Эта категория продовольственных товаров находится на особом контроле у государства. Торговая надбавка на них не должна превышать 15% от отпускной цены. Цены на лук и некоторые другие овощи выросли. В связи с этим, со стороны Акимата путем привлечения стабилизационного фонда и использования оборотных средств проведена продовольственная интервенция, благодаря чему 6 крупных торговых точек Тараза были обеспечены луком. Также в магазин города завозится гречневая крупа и сахар-песок по сниженной цене. Например, цена за килограмм сахара составляет 399 тенге, гречихи – 390. Особенно заметно, цены разнятся на сахар и гречиху. В одной торговой точке за один килограмм крупы придется заплатить 390 тенге, а в другой – 499. По данным бюро статистики, на этой неделе стоимость социально значимого продукта питания должна составлять 386 тенге за килограмм. Для того, чтобы регулировать цены в регионе, действуют социальные магазины, куда поставляется продукция из стабилизационного фонда области и отечественных товаропроизводителей по низким ценам. Следует отметить, что предлагаемые здесь цены на продукты питания на 10-25% ниже, чем на рынках.